доброе утро мир вам игнатий тихонович как же вы здоровы как течение жизни да слава богу живы здоровы как вы там да ничего вот читаю смотрю углубляюсь что-то обновляю что-то новое нахожу игнатий тихонович я так может быть много не отрывая времени у вас я хотел один вопрос решить с книгами ну смотрел как бы и вот реквизиты там как с деньгами там и так далее то я вот такое предложение у меня 10 20 числа там моего сына теща едет сюда в америку на время там на отпуск двадцатого числа вот сколько времени занимает пересылка внутри страны россии допустим если вот с барнаула выслать его оренбургскую область сколько времени возьмет неделю примерно если конечно не праздники а то было время такое заглушать целый месяц где-то книги лежат и ну недели больше десяти дней как правило то не бывает вот еще такой вопрос если вот сейчас я там ну я пока несколько книг у вас хотел бы взять и вот если допустим переслать вам деньги по вестер юнион да хорошо хорошо можно просто будет да да я только три дня назад в америку в техас послал там один диакон попросил толкование нового завета к истину православия послали а вы не больше как 150 долларов обойдется если с пересылкой а внутри страны сколько допустим вот в оренбургскую область я вот хотел какие книги вот спросить у вас симфония на неканонические библии книги книги это три тома новый завет вот с иллюстрациями салтование для слова божия нет уст уст к истинному православию вот это пока первоначально вот этот объем книг не нужен точно адрес индексом я вам по но мысль по skype пошлю сейчас это я сейчас это сыну позвонил а он говорит а у меня телефон не принимает кириллицу только на англ этот на латыни я сделаю адрес на русском языке и вам пост на skype скину адрес и в общем какая цена будет без пересылки без пересылки я отвечу какая цена пересылка то еще надо узнать сколько будет тут в оренбург это не так и дорого будет оренбург он от нас недалеко но у меня два как бы варианта если опоздая ну я если я опоздаю вот на 20 декабря к ней это сладите книги то второй вариант в москву тоже как бы есть два варианта но для меня лучший вариант что вот сейчас вот в декабре чтобы получить тогда тут такое дело надо рассчитать потому что если они задержатся ваши уедут и книги будут лежать да 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 это вариант но вот этот из техас это позвонил он тишку тишов ли как его фамилия диаконта он все это узнал и мы прямо ему туда в америку и послали но я тоже в курсе дела как бы пересылки я просто знаю что очень это дорого дорого это да конечно вот от нас не зависит но я понимаю я даже не требую вас нет я как-то посылал полный комплект это для библиотеки сан-франциско все книги 38 это ужасно дорого дорого раза два дороже стоимости книг ну да ну как-то тоже хоть мы в америке живем но в общем то доллары не растут на деревьях я была в америке и там библия 1 продается библия православная православном храме 100 долларов 100 долларов да у нас есть передвижные как бы продавцы литературы различной и в том числе и библии в различных вариантах когда они приезжают так по местам то конечно литература дорогая мы как-то узнавали вопросы издательства здесь вот но связывали с типографиями различными мы один сборник стихотворение выпустили одной украинской поэтессы не знаю видно нет видно гололоб да вот то как бы в курсе дела ну тоже не дешево не дешево я думаю что в россии на украине самый такой как бы дешевый дешевые предложения я вот скажу вам что причина то какая-то долго боролись это валентин раз путин о том чтобы убрали бумажный комбинат с берегов байкала я убрали а теперь китай все взял туда закупают лес теперь они выпускают бумагу и теперь у нас бумага из китая они теперь любую цену назначат почему ничего нету своего я у меня написано стихи уже все все уже книги готовы у меня четыре тома стихов моих по 800 страниц четыре тома каждая строчка отверху донизу с эпиграфом это три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по девять куплетов четырех строчных но я решил как всегда по тысячу экземпляров пошел и развернула гобли назад по 2 миллиона а у меня у меня пенсия пять тысяч шестьсот восемь рублей что спрашивать ясно дело что если бы кто-то нашелся стихотворение из них около 86 на музыку положено они и простые стихи каждая строчка бывает это сколько 9 и куплетов 9 и 4 36 строчек и 36 указаний откуда взята мысль из библии из библии и на этих ночи вот это стихотворение гордый дуб да на вершине там до этого от творения да нет это не мое это какая-то женщина написала литвинова кажется или что-то такое дело называется плагиат когда чужое присваивать себе а у меня наоборот приезжает священник и говорит я вот стихотворение одно встретил я не знаю вы слыхали его или нет я говорю давай я люблю стихи а где я говорю было газета радонеж православная то и он считает стихотворение я гляжу там есть мысли мои но сильное стихотворение но не знаете кто написал а грунят он показывает игнатий лапкин то есть я от своих стихотворения отказывать отказываюсь они настолько выше моего уровня я просто поясняю я когда матросом было вот такое то последний стихотворение мы терпим кораблекрушение он обледенел корабль опрокидывается мы с трудом спасаемся все утонули и я говорю когда мой корабль опрокинет мужчина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой вот все там кто что делает а мы молимся и руки с тоской касались сиона вот ну когда где-то прочитает второпях то еще я признаю а такие стихи вот сейчас святая русь когда была святая скажите дату срок имена во свете библии патетика растает останется вино война война вино вина война хватали все от севера до юга до порта артура оспу островов все подгребли самом тайгу и вьюгу и расплодили нехристей воров кто хуже нас сокровища земные транжирит жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и чечне на наши земли вожделения зависть облизывая смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольцев запись у нас отнять за за счастье каждый рад о боже проповедника пришли служение богу на родном на русском крещение духом водная в крови тернистый путь туров и очень узкий тогда исполнить вверенные нам не мы не русь святая герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы ехимеры это поется там нападает но постепенно утихаются обман никакой святой руси не было был грех незнание евангелия я пишу только то что вот так вот колотится нельзя не сказать я не поэт я называю так все книги называются проповеди стихах творение покаяния жду это ваше стихотворение я не знаю надо спросить а вы недавно его цитировали понимаете я вот книгу увидел называется в объятиях семиглавого змея авторство не показывает но по всем признакам у нас только похоже что из моего все взято они иногда просто я им не нужен они меня презирают самое главное препятствие для моих книг стихотворение я когда меня не будет обстановка сразу изменится они главное не могут ничего 38 книг это не две книги в каждом в каждой епархии есть сенсорские отделы патриархия они зубами скрипят а ничего не могут но вызовите меня игру 14 лет книги в эфире распространяется от океана до океана в америке в австралии там в англии везде книги есть это яхра развозил отсылал ну дайте мне обвинения павел рассчитает себя посчитаю счастливым что могу защищать его несчастье счастье этого не даете но представьте меня перед цензорами там доктора богословия и прямо по пунктам но только во свете библии во свете библии не выдумках не в преданиях я предание все признаю я православный те которые не противоречат библии я не соглашаюсь самыми великими отцами церкви если не сходится с библии вы докажите что я не прав вот у нас называется богородица я так и молюсь и пресвятая госпожа богородица спаси нас спаси молитвами я никуда не дену но я говорю богородица не отражает смысла бога родить нельзя она не story или тихо называла и христородица понимаете как я говорю он более прав и лед против икон говорят баба я боролся император лев и саврянин он не против икон он говорил повешайте выше ну пусть они будут как изображение зачем мы лбами то существует и главное целую да еще лбом стукнут мы говорят целуем а почему до друга конца лбами не бьемся как это то тарзан там до сих я смотрю реально так как надо смотреть но поднимите иконы выше то чем по стенам как слепой по стенке идете то я нет не отрицаю не икона ничего но не это не это не идол начинает икона божией матери казанская там влахердская выходит в иконе празднует это не богу и не богородица тут толковать еще не надо ты там начинает на меня ну я не такой как вы ну чем не може щек отрезать надо или что вы хвалите баптистов так есть за что хвалить которые страдали которые я очень много читал это и георгия винца и 62 году когда делились я помогал материалы распространять мне это близко я по натуре вот этой жизни хочу все время как-то смерти в жизнь переход а в православии это не принято я являюсь для них загадкой как-то баптисты говорят все знаете евангельской и православии в мертвой религии находиться я ничего не могу сказать я могу так наш дружеский разговор я так думаю что я вот читал по это по интернету так вашу книгу для слова божия нет уз ваше авто биографические как бы строки узнаете вот такой сделал вывод я конечно все не прочитал еще но мне кажется что вы зря отказываетесь от родства с баптистами потому что а вот по духу по духу все равно вы как бы рождены в той среде именно там господь вас призвал и вот какая-то печать вот общности все равно на вас осталось она наверное как кожа эфиоплянина или допустим барса невозможно изменить вот я такой вывод сделал я вот смотрю что вот по может быть там между срок или как там вот вы общались не в одночасье вы пришли в дом молитвы вам дали евангелие и это как бы на этом как бы все заканчивается и так вижу что у вас были общения беседы были вам объясняли наверное как тогда даже сделал такой вывод как а полосу прескила и акила как бы наставили его более так вот и я так думаю что действительно господь вас привел там чтобы вы услышали истину чтобы действительно было ваше обращение я вас переживаю вашей вот радости я вот смотрел ролик где вы посетили в этом году то место вашего духовного рождения вот ваша благоговейность ваши слезы они просто вас как бы перевели вот воспоминания тех особых переживаний тех чувств вот того благоговения и благословения божьего это истина так не ответьте на меня какое их влияние было я с детства был избран богом я проверяю по всем поступкам как я маленький удалялся для молитвы у меня особо нас 10 детей было в семье то вы считали знаете но у меня это особое было вот это обостренное чувство несправедливости пятилетний ребенок у меня уже сформировалась это все отомстить коммунистам за пороганную родину что этого нельзя делать я этого не знал я знал что бог есть и ради бога это ради бога думал делать быть террористом просто уничтожать их что они сделали с родиной с моей отец показывал вот это ямки как жили люди как их пришли эти раскулащили и поэтому я в армии был у меня крестик всегда с тобой были пришиты или где-то у баптистов я только получил его они дали а сами обедают они когда зашли я уже готовы меня не уговаривать не надо я у них там уже через три месяца стоял на кафедре проповедовал я проповедовал и в харькове и в риге у баптистов я имею ввиду и у пятидесятников они тогда были объединены это еще праздник единства тогда был у них вот это был но я никогда не было чтобы я не совершал крестное знамение я понимал что в это нужно и так как не хотели бог дает им а то у баптистов тоже не нашлось то время когда все это начиналось как могли без рукоположения как лютер этого не видел это это выходит вообще не считать евангелие рукоположил 14 23 деяния апостолов вот главное то что упущено было а я внимательно вникал каждое слово вот мы встаем сегодня помолились как всегда утреннее правило салтырное чтение в молитвы последствия поклонов мы одинаково утренняя молитва такая обширная всех правителей все 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 мы все поминаем сектанты какие знакомые за всех мы молимся все и вы попадаете туда и вот я говорю какие сны у людей бывают тут у меня сны они необыкновенные они у меня повторяются повторяется человек обычно вас не видит если он любит там женщин ему женщина видно как лев толстой говорит у меня один барин тут сказал я видел холмы какие-то я туда пошел к этим холмам то когда ближе подошел понял что то не холмы лежит женщина и ее зад видно то именно там горь черная дыра и туда всасывает туда я сказал это вполне возможно ты этим прожил тебя туда и засасывает это лев толстой пишет а у меня сны повторяются я все время ночью знаком с одним ректором университете был и пришло из москвы когда я в одном университете 17 лет вел занятия там все университета под моим говорится присмотром были везде я преподавал и вдруг пришел с москвы указ отовсюду всех изгнать за меня ходатайцы это губернатор там бывшие и и не помогло никак никак всех кто там занимался удалили у меня желание вернуть я вел три радиопрограммы регулярно притом прямым эфиром часовая программа идут вопросы ответы там разные баптисты 50 некие вопросы и я мгновенно им отвечаю и все это отняли я во сне вижу как я опять ходатайствую хожу усну я и ночью проповедую проснулся мне вот так рука поднятая а я во сне говорю как можно говорить когда писание вот говорит я проснулся рука так и поднятая люди не принимают я проповедую плачу стану у меня подушка мокрая то есть я этим прожил на этом настрое меня какая сила гонит от океана до океана несу весь интеллект книги все отдал туда почему я люблю моего господа я не просто по книге библия для меня это это не просто буковки а голос с неба это мой бог заговорил со мной у меня необыкновенное было обращение мы все остальное я грешный человек увлекающийся ну я люблю моего господа и поэтому что говорю делаю здесь нигде нет пояса я ради корысти там перетянуть человека нет наша община та которая вообще никому не разрешает приходить к нам даже только уж крепко просится один раз разрешим прийти и притом строгие правило почему я люблю моего господа это все делаю по любви к нему и я вас понимаю вы меня правильно поняли абсолютно правильно я свой среди чужих и чужой среди своих я это хотел вам и сказать да и гаде тихонович вот в отношении вот тех бесед вот как бы вот ваших высказываний по по разным вопросам я вот хотел спросить вас вы знакомы со священником борисом кирьяновым нет не знаю вы его труд читали я сейчас дословно вам скажу полное изложение истины о тысячелетнем царстве господа на земле нет может быть содержание мне известно потому что если он православный у нас это общее расхождение не может быть но я его не знаю ничего не считал но а он живой не просили холиазма он противоречит вам кардинально и я вот так я почему это с этим вопросом как бы заинтересовался стал исследовать я знаю что в наших общинах общепринято как бы понятие о том что тысячелетнее царство грядет оно будет на земле то есть то чему вы противоречите и когда я стал искать ответы на этот вопрос вот святых отцах на самом деле было бы было ли это мысль звучало ли она вот в прошлом в церкви у тартуляна а у тартуляна и когда я искал ответ на этот вопрос я столкнулся вот с книгой священника бориса кирьянова который толкует сможет сказать что слово в слово на основании свидетельства святых отцов что истина тысячелетнем царстве не было отвергнута церковью был осужден подход просто объяснение оригена по по отношению к тысячелетнему царству вот как бы в примере еврейского понимания грядущего царства мессии а фактически он толкует так же как это принято во многих протестантских церквях после я вам говорю это не то что я хотел сегодня на эту тему говорить или спрашивать вас ну думаю если вы не знакомы с этой книгой но думаю тогда просто разговор это я хотел просто знать что вы читали или нет он ссылается на святых отцов тут юрий вот какое дело если мы забудем все что толкует люди потом к ним обратимся в конце а только одна будет библия вопрос вообще отпадает тогда не надо никакого толкования этот вопрос слишком четко прорисован священном писании господь гордия воскрешу его в последний день а праведник 6 глава евангелия тяна 4 раза последний день я когда расспрашиваю что последний день ну разно может толковать последний пигментом пресна воскрешу в последний день и далее слово моё будет у них последний день 12-48 в ангелии то есть в последний день праведники воскреснут отсюда надо исходить плевелы пшеница дожат вы дожат вы вообще отпадает вопрос даже это не Я согласен, у нас как бы тоже вот в нашей среде, я же вам говорил, у нас разборы проходят, и мы как раз посвятили вот этому вопросу несколько наших общений, и у нас тоже появилось разномыслие. Я вот именно исследуя, ну как сказать, богословие православной церкви, увидел вот это понимание о том, что 4-летнее царство началось со страданиями Христа, его победа на Голгофском кресте, и что время благодати – это время царства Христа. Да, как бы вот эту мысль, я первый раз ее услышал, и мы обсуждали, как бы, ну есть сторонники и этого, как бы, взгляда, ну как обычно бывает, а кто-то остается в традиционном понимании. Я потом стал более глубже исследовать этот вопрос, и как я уже говорил вам, что вот пришел вот к такой информации, вот к такому объяснению, а как вы смотрите вот книгу Откровения, там же вроде бы конкретно говорится, что воскресли и царствовали тысячу лет со Христом, как вот это вот место Писания? Просто надо, давайте рассмотрим, почему о первом воскресении, первое воскресенье нигде в Библии больше не говорится. Я вопросы ставлю, которые потом вы отдельно уже с братьями обсудите своими. Теперь, о тысячелетиям царствии, почему нигде в Библии больше не говорится, а в книге Откровения? Хотя в день воскресный был в духе, и понимать буквально книгу Откровения, это совершенно ее не понимать. Почему церковь ее не принимала три столетия? Нету ее. Вот апостольские правила, ориентировочно к концу первого-второго века относятся они, 85-е последнее правило, говорится о перечне книг, которые приняла церковь в канон. Ее там нету. Почему? Не знали, от Бога ли она. Но когда ее приняли, условие главное было, чтобы нигде толкование не противоречило самой Библии. Но это и правильно, разумно это. А что толку? Я буду говорить, тысячелетнее царство, а нигде его не было. Царствие Божие внутрь вас. Про это говорено было. Царствие Божие не пища и питье. А если тысячелетие на земле, это пища и питье. То есть нигде Христос о нем не говорил. Апостолы не говорили. Это означает, что о нем говорили, но по другим видам. Только один ответ. Нельзя не говорить о том, что для христиан царство и вдруг о нем не говорили. Говорили. А где? Покайтесь, ибо приблизилось царствие Божие. Иоанн Златоуз говорит, приблизилось в лице самого царя. Приблизилось. Это сам Христос. И когда говорится, что в царстве явление и царствие его, это означает, когда он явился. Допустим, перечисляется блаженство, 9 блаженств. И кто нарушит заповеди, малейшее, малейшее наречется. Я говорю, скажите, а что означает малейшее наречется в царстве небесном? Ну, в царстве Божьем будет, но пониже ростом вроде, поменьше славы его будет. Да нет. Малейшее означает в аду будет. Да как так? Истинно так. И я так понимал. Я так говорил, а мне сомневались. Говорили, там будут ранги выше-ниже. Нет, нет. Он почему? Потому что я говорю, давайте блаженство, 9 блаженны нищие духом. Это почему они малейшие? Малейшее означает юнейшее. То есть более молодые по сравнению с заповедем, десятисловием декаполита Моисея. Хорошо. Блаженны нищие духом. Но я его нарушаю. Могу я быть царством Божьем? Нет. Блаженны, ну и все блаженство переберем. Ни одного нельзя сказать, что он не нужен. А написано нарушающий, неисполняющий. Ну а как же написано, он как из огня. Из огня означает то, что перед престолом Божиим потесчет река Божия. Откуда известно? Даниила 12 глава. Огненная река. И Ефрем Сирин говорит, все правильные и неправильные пойдут через реку. Правильник его сияет как золото, а нечестивый выйдет как головня. Он не уничтожится, как адвентисты седьмого дня говорят. Он спасется от уничтожения, для того, чтобы быть осужденным и брошенным в огонь вечный. Вот какой смысл-то заложен. А иначе у нас в руках Библия рассыпается. Я знаю людей настолько нехорошие, проповедуют. Когда начинаешь говорить, у него как-то будто бы бетонным зажат, и он в танковой кабинке сидит и через щель смотрит. Ну посмотри повыше. Ради избранных дитя сократятся. А если церковь-то на какие избранные? Это откуда? Даже говорить не о чем. И подтянул не вот когда одновременно всех. И хорошую выбрали. Вначале хорошую, плохую или... А здесь, говорит, сначала связки свяжите. Плевелы, бросьте в огонь. И тогда пшеница воссияет. Я вот беседую... Игладий Тихонович, но если у вас будет, Бог даст возможность вам, вы все же познакомьтесь с этой книгой, вот этого священника, вы не знаю, записали или нет, полное изложение истины о тысячелетнем царстве Господа на земле. Автор, священник Борис Никитович Кирьянов. Нет, я даже искать не буду. Потому что тысячелетнее царство, я беседовал 53 года с баптистами, адвентистами, ни разу, нигде не было... Я почему вас хочу, просто как эксперта, чтобы вы как бы свою оценку дали, потому что он ссылается на святых отцов, он приводит цитаты, он приводит даже, как бы он берет историческую основу, как бы он берет за основание то, что звучало... Допустим, я понял, допустим, так, как он говорит, это называется в церкви частное мнение. Не больше того. Церковь это не приняла. То есть, если это мнение противоречит официальности, значит, это уже частное мнение. Церковь это не приняла. Это не утвержденно и считается ересь. И хилиазм это ересь. Ересь. От первой до последней буквы ересь. И при том, это самая дохлая тема для сектантов. Ни разу не было, повторяю, это 53 года, где бы в конце они сказали, мы правы, знаете, братья, нам надо подумать, посмотреть, действительно, что-то мы не туда идем. Все абсолютно одинаково. Где-то еще спорят, а здесь не спорят даже. Ага. Хорошо. И последнее хотел бы еще, вот, ваше время занимая, спросить. А, подождите, Юрий, подождите, я вам не ответил. Вот. Вначале говорить немножко о другом. Первое, второе воскресенье. Вот где смысл заложен. Когда в раю был человек, написано было, в день, в который ты впустишь смертью, в день, а уже день, утро, вечер, уже все, уже солнце всходило. Адам съел, Ева скусили, непослушание, но они не умерли. А мы говорим, умерли. То есть, первая смерть была духовная, отступление от Бога. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Или вы это признаете, или вообще материалист, я скажу. Как? Стань спящий, воскресни из мертвых, и осветить тебя, Христос. 2.5. Послание к ефесянам. Сын мой был мертв, и ожил. Вот это первая смерть, и от нее первое воскресенье. Блаженный, святый, имеющий участие в первом воскресенье. Блажен, кто принял Христа, уверовал в Него, живет в Нем. Когда тело его, плоть сделалась храмом Духа Святого, он живет в Духе Святом. Он переполнен этим, как Серафим Саровский. Вот в этом весь свет. А второе, то есть, он умер, Адам, через 953 года, или сколько там, и второй раз воскреснет, когда будет от него воскресать на суд Божий. Первый, второй, первая духовная смерть, духовное воскресенье. А сектанты все, они поняли так, духовное первое, это мы праведники воскреснут, на кладбище этого нигде нету, нигде в Библии нет этого. Мы проповедуем, точно так же и говорим. Апостол Павел говорит, и нас, мертвых, по преступлениям и грехам оживотворил. То есть, мы тоже проповедуем, точно как вы. Вот тогда вы соединитесь с первой смертью, проповедуете, у вас разрыв. Первая смерть, Адам умер в раю. И вот от нее, это и есть первое воскресенье, переносите на 20-ю главу апокалипсиса. Вот блаженный свят, имеющий участие в первом воскресенье. А тысячелетнее царство, это время евангельской проповеди. Тысячу лет, это не тысяча лет. У Бога один год, день, как тысяча лет. Тогда ни одного места не противоречит здесь. А у сектантов я беседовал, ни разу не было, чтобы они соединяли. Я говорю, почему? Ну, тут у нас не состыковывается, ну, надо, может быть, как-то. Никак. До жатвы растут вместе. Вы никогда этот стих не объясните. Какие восхищения? Ради избранных дни сократятся. Последний день воскрешу. И Марфа, когда спросила, знаю, воскреснет в последний день. То есть, она так и научена была Христом. Последний день воскреснут праздники. И за 365 тысяч дней раньше. Ошибка очень большая. Еще один вопрос. Я вот в прошлый раз вас спрашивал о епископах, о пресвятерах, о дьяконах, о служителях церкви. Вы объяснили, и уже как бы в свете толкования православной церкви, что там еще есть подразделения иных, то есть, вы объяснили всю иерархию, да? Да. Вот я начал, как бы, ссылаясь на то, что вы подтвердили о том, что последнее слово за священным писанием, да? И как бы, если толкование не противоречит Библии, то мы соглашаемся. Да. И вот я исследовал, насколько это возможно мне как человеку, молясь и прося Бога в помощь. Вот нашел где-то в Новом Завете пять мест писания, где употребляется слово епископос, то есть, как бы, это слово. И я сделал такое, как бы, определение, что Новый Завет не делает разграничения между пресвитером и епископом. Вот на основании тех мест, которые я сказал, пять мест. Вот помните, когда... Я своими словами, чтобы не занимать время, не листать Библию, а вы знаете. Вот когда апостол Павел, перед тем, как расстаться и идти в Иерусалим, где ожидали его скорби и узы, собрал пресвитеров ефесских, и он им излагал, как бы, и потом он, как бы, делал им наставление заключительное, и сказал такую фразу, где Дух Святой поставил вас блюстителем церкви, да, как бы. Вот это слово епископос, как бы, там не было приглашены, там, отдельно пресвитера, епископа, декана. Он призвал пресвитеров, но обратился и подчеркнул их неослужение, как епископское служение. Потом в послании к филиппийцам, в начале приветствия апостола Павла, где он говорит, приветствует церковь, это говорит, с епископами и деканами. Опять нету пресвитеров. Потом место Писания, где апостол уже говорит, послание к Тимофею, он говорит, что кто епископства желает, то доброго дела желает. Ну, епископ должен быть. Таким, таким, перечисляет. И послание к Титу, где он говорит Титу, что он дал ему поручение, чтобы он поставил пресвитеров по городам. И говорит, пресвитер должен быть такой, муж одной жены, непорочный, ибо епископ должен быть. И снова говорит об этом. То есть, как бы он, как бы это епископ и пресвитер, как бы синонимы одного. Он говорит, что поставь пресвитеров, и потом говорит епископ, как бы он соединил это, как бы он не сделал различия между пресвитером и епископом. Как бы из этого, из этого, как бы вот, и нету отдельного определения, как избирать пресвитеров, по каким критериям должен быть избираемый пресвитер. А есть только епископ и диакон. И вот еще одно из мест – это послание апостола Павла Петра, где Петр говорит, что мы, говорит, пришли к пастырю и блестителю душ наших, где Христос уподобляется епископу. То есть там стоит греческое слово «епископос» – пастырь и блеститель душ. Ну, как бы я вот такой вывод сделал, что… Ну, не то, что я сделал вывод, просто я, говорю, исследовал, я не утверждаю свое мнение, но я просто не вижу различия между пресвитером и епископом. Отвечаю. В Первой апостольской церкви действительно различия в названиях не было, но различие градации – это было сразу. Об этом очень хорошо написано у Игнатия Богоносца. Игнатия Богоносца – это, ну, младенец, сказал, «Христос, знаете, все». Поэтому в церкви действительно, когда апостол собрал их, так это и было. Различия, градации не было. Но, когда, хотя и не было, допустим, одно слово «генерал». Вот мы видим, сидит военный совет, генерал армии. Иногда обращается генерал армия, иногда не обращается, просто генерал. А рядом генерал лейтенантов 20 сидит, 40 генералов-майоров. Это одно слово «генерал», так и «епископ». «Епископ» и «пресвитер» – это блюстители. И перевод здесь затруднялся. С переводом было непросто. Смотрели, в греческом оригинале вот так написано. А что было? Взято, может быть, я только так догадываюсь уже. Седьмое, седьмая глава, седьмой стих, послание к евреям. «Без всякого прикословия меньше благословляется большим». То есть, меньше есть и больше. Кто? Ну, а тут Василий Великий говорит, если мы отвергнем предание церкви, у нас вообще ничего не будет. Как совершается литургия, как поклонялись. Вот сейчас, допустим, крестное знамение, оно с первого века было, как знамение победы христиан, христа над дьяволом и прочее. То есть, поясняется, без предания нельзя, а нам обряд не нужен. Ну, хорошо, ты руки вот так вот сложил, молишься или так. Это тоже обряд. Колени склонили, это обряд. Ты думаешь, что написано, а мы, говорит, глаза закрываем. А написано, Иисус возвел очи к небу. На всяком месте мужи поднимают руки без гнева и сомнения. А жены поднимают? Поднимают. А почему где? Житие святых, говорит. И мы поднимаем руки моля. В конце молитвы увидели, мы всегда поднимаем руки. Это необычно для православных. Одно священник в вечернем богослужении поднимает руки один раз, а на утреннем три раза. И где возможность позволяет, мы тоже стоим и поднимаем. А священник-то стоит к нам спиной, он даже не видит, что пасту поднимает руки. Он даже и не знает это. Мы видим на всяком месте, а на всяком, значит, и в храме. То есть тут надо посмотреть, что церковь оставила. Они так, то неправильно, а я придумаю свое. Киприан Карфагенский очень серьезно смотрит. Ты ставишь новый алтарь, составляешь новые молитвы. Это совершенно отдельная церковь. И зачем мне это нужно? Придумывается. Вот вчера мне вышла на меня родная, даже сестра. Они там в Афронзе. И там священников нету. Это и старобрядцев белокринитского согласия называется так. Их австрийскими называли. И когда священника нет, а причастить это надо, болен, им уже берут из чаши, оно пропитано вином, и хранится где-то, и тогда уже больного причащают. Но разве это можно? Я объясняю. Да так и было в первоапостольской церкви. Это жития святых показывает во втором веке. Они с собой имели. Когда стали рвать одежду с Евдокией, у ней выпало как раз с собой было тело и кровь Христовую. Было. Но чтобы женщина передавала другому, такого нигде нет. Это надо знать историю церкви. Поэтому вы что сказали, абсолютно правильно. Но церковь здесь, собственно, показала градус. И никак нельзя. Епископ, я знаю, у баптистов всегда был старший пресвитер. И вдруг сейчас епископ пошло. От кого оно пошло? Я все годы долбил. Может быть, коснулось это кого-то? Нету старшего пресвитера. А теперь везде они говорят, хорошо или плохо. Хорошо, что евангельское слово возникло. Но оно должно соответствовать действительности. Получить рукоположение. А иначе никем не рукоположен. И кем нам же епископом быть? Еще один вопрос. Игнатий Тихонович, извините, я перебиваю вас. Вот вы говорили, что епископ не теряет право передачи благодатности через таинство, через благословение, даже если он ведет недостойный образ жизни. А вот на чем основывается вот это заключение или вот ваше объяснение? Потому что слово священного писания, по крайней мере в Библии, даже в Ветхом Завете, мы говорим и читаем, что Бог иногда отвергал. И помните, даже целая драма в истории израильского народа, когда Бог сказал Самуилу, что они, говорит, не тебя отвергли. Отвергли меня, когда стали требовать царя. Помните? Конечно. А по какой причине? По причине недостойного поведения сыновей... Илья. Да. Не Ильи, а Самуила. Помните? Самуил каждый год обходил города, все это. Он действительно служил народу своему. А дети его, которые по праву должны наследовать это же служение отца своего, пренебрегли своим поведением и жизнью и отвратили как бы желание народа, чтобы дальше было так. То смотрите, почему вот в православной церкви, вот вы утверждаете и говорите о том, что недостоинство не лишает епископа быть благодатным, то есть передача благословения. Потому что Дух Святой остается. Возьмите, я разговариваю с вами, как с человеком, который знает священное писание. Мы знаем про царя и пророка Салмопевса Давида. Он совершает два смертных греха. Блудник и убийца. По двум статьям он достоин смерти, согласно закону, по которому он живет. А почему на нем не сыграло это? Какое право иметь? Что, закон двойной стандарт имеет? Он должен был умереть. Он должен был умереть. Это закон Божий. А все заглохли. Но теперь-то самое главное, я говорю для чего. И Дух пишет 50-й псалом, когда вошел к нему на фан, и говорит, и Духа твоего святого не отними от меня. То есть он был на нем. Уже после согрешения пишет. Вот и ответ. Бог не человек. У Бога другая шкала. Я знаю людей из священного писания, жития святых, которые были не кроткие. Господь говорит, придите, научитесь от меня, я кроток и смирен с сердцем. Более жестокого, чем Моисея, не было человека. Живьем в ад. Маленько-то что-то стали возвращаться назад. Народ Господень ко мне, колено левее, пошли 3800, зарезали в шатрах сразу. А Господь называет его кратчайший. Язык не поворачивается назвать кратчайший. Он по сердцу моему давит. А где Давид? Это садист был. Это Гитлер не делал. Он отмерял веревкой вот эти в печь. Вот по этим молотильным орудиям этих со скалы сбросит. Зачем ему это надо было? Но Бог его не отверг. Тут, понимаете, наше рассуждение и божественное не совпадают. Вот я не согласен с этим, что надо было пленных вот так вот по разным частям мучить. Веревкой мерить там. Лежи положил, а теперь веревкой отмерил сколько будет. У Бога другая шкала. Вот мы, когда призываем на помощь святых, то никому так не обращается, как Никола Чудотворец Мирликийский. Написано, образ кротости и смирения. И ему такая, образ кротости и смирения. Но ни один святой тот и не делал. Когда беседовали на Первом Вселенском Соборе с Арием-то, Арий говорит, Христос не Бог. Это первое высшее творение. Он не мог доказать, видимо. Подошел и как дал ему по щеке, говорит, по зубам брязнул-то. Все, которые были там отцы, его запретили сразу, Никола. Разве так можно, а то другое. Но дальше уже идет таинственное. Является Божьей Матерью, сказала, по-другому нельзя было. Верните, он был председателем Первого Вселенского Собора. И церковь включила вот этот удар не во что, а именно образ кротости и смирения. Да какой же это образ-то? Я вот вам не доказал теперь, как ударил бы. А вы мне не доказали, да меня бы ударили. Вот это кротость. Ладно, что это с дистанцией у нас. Да, но понятно, что церковь пошла не нашей меркой измерять. И когда мы говорим об епископах, тут священниках, это пресвятерах, диаконах, градуировано произошло в Первом веке уже. Я читал Кама Гридеша, Сенкевича, Кама Гридеша. Ну, я только пришел, я книгу эту не знал, фильма тогда еще не было. И там доходит апостола Петра, арестованного ведут и выморанных. Я спрашиваю сестру Аню, Михаил, где я обратился, говорю, а почему вы говорите, да тут такое написано, как? Ну, книга-то хорошая, я дотошный был. Книга-то хорошая, а вот тут неправильно. Знаете, они меня этим особенно заинтересовали. Я все равно найду эту книгу и прочитаю, она буквально вырезана оттуда. Грязью там эта чернелая. А там написано, и Петр благословлял их крестным знамением. Ну, нельзя так, мне не нравится, у тебя нет. Книгу вы приняли, пишет лауреат Нобелевской премии. Вы все признаете? Да, все так. А вот одна праздник не подходит, почему она не баптистская? А было ли это? Было. Это было. Кстати, я так и смутился, когда я читал несколько, много лет назад эту книгу, Кама Гридеши, и когда я вот это именно дошел вот до этого, я тоже как-то, ну, немножко как бы растерялся, думаю, ну, вроде бы апостол, он же не принадлежит к такому этому, да. Ну, так написано, да. Ну, это, в общем-то, исторический роман. Ну, как бы не был исторический роман, но церковь, это не исторический какой-то роман. И первое, первое житие святых, а я их начитывал, 12 томов, и везде, говорится, совершали крестное знамение. Оно, может, не было так. Так, вот смотрите. Так, подвиньте. Вот сюда подвиньте маленько, к голове. Так, повыше поднимите. «Жизнь и труды святых отцов, учителей церкви». А кто издал тебя? Фарар. Доктор Фарар? Да. Это датский епископ был. Ну, это капеллан королевы Англии. Да, я знаю. Так вот, смотрите, я именно к этому говорю. Вообще, эту книгу переводил Лопухин, известный профессор, издатель одной из Библии Лопухина. И он там тоже вставляет в объяснениях, и часто у него там слово «православный», «православный», когда он какие-то определенные моменты высвечивает, и он вставил. Но я тоже сразу заметил, это уже перевод, это дополнение переводчика. Как бы он подчеркивал, подчеркивал в некоторых моментах. Хорошо, я поясню. Вот когда нападают и говорят, вот вы православные, это слово появилось в 15 веке. Вообще. Иконы там появились в 19-м. Ну, такую бредню несут, это и кого? Рогозина берут. Да говорил ли он Рогозин? Да такой умный человек. Это Павел Иосифович Рогозин. Протестант. Я тогда сажусь заново и выписываю. Апостольские правила, апостольские, это первый, конец 2-го века переходит. Точно неопределено. И по порядку все соборы. Ну, а все соборы заканчиваются 787-м. Это 7-й Вселенский собор против иконоборчества. И я выписываю, сколько раз слово «православие» встречается. Это уже не Лопохин. Это монтировано. Это собор. На одном соборе 636 епископов. Это вообразить надо. Вселенский собор. И слово «православие» встречается трижды. А бывает, собор ни разу не означает, что его не было. А в этих было, допустим, Ладийкийский собор чаще встречается. Почему? А потому что ересь затронула вопрос, и они поэтому ударили несколько раз по этому. Надо понимать, чем это вызвано было. И закон-то усиливается, или как на дорогах нарушают люди. Значит, закон туда вставляется. Вот интересный закон, я сейчас отвлекусь немножко, в Англии был. Один проводил, у него стадо коров, а тогда городишко был поменьше, и он держал их, ему надо на пастбище через мост. Ну, и задерживает движение-то. Ну, а он добился разрешения, особый указ, это 1830-й год. Ну, и все так и идет. Ну, у города развивается много машин, а он гоняет коров по-прежнему. И как народ там поднялись и против, а он указ этот достал. Говорят, действительно так, придется, говорят, потерпеть. А коровы идут, оправляются. И он доказывает, от машины тоже остается сколько бензопренов. Так я могу корову подойти и посарапать, а машину под радиатор не могу посарапать. У вас идут газы, а молоко вы у меня покупаете. И все жители засмеялись и сказали, пускай гоняет. То есть надо знать закон. И умно его преподать. Я просто вывод делаю отсюда. Слово православие относится к первому веку. Крестное знамя и к первому веку. Иконы... Не, не, не вопрос. Я прошу прощения. Само слово православие, не православие, само слово, как бы откуда оно возникло. Я знаю, когда оно возникло. И я солидарен. Я тоже хотел бы положить руку на сердце и сказать о том, что дай Бог, чтобы я был предлецом его, правильно славящий его. Да. И в жизни и хождении. Ну, коротко я сейчас проверю, православное или нет. Не, нет. Я говорю по сути... Ну, хорошо. Я сейчас говорю, Юрий, просто. Вы повторите мои слова или нет? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Согласны? Да. Все, это православие. Православие в кратком виде. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть, три личности. Это единый Бог, Святая Троица. Вы уже по ущению православные. Больше ничего в этом нету. Не надо ни иконы, вам ничего нету. Вы исповедуете святую, нераздельную, единосущную Троицу. Это православие дало вам. Слово Троица нету, а вы приняли. Я еще раз хочу сказать. Единственный раз я встретил, где от падения своего сектанты поднимаются, это 11 седьмого дня. У них не было ущения Троицы, а сейчас приняли. Это единственный момент в истории сектантства. Первый, единственный. Обычно до чего достигли, следующие от них выходят. Все заблуждения, которые были, сохраняют, как адвентисты, адбопистов. И своих добавили. От одних выходят иеговисты. Уже новое добавляют. А на то все сохраняют. А надо однажды вздрогнуть и здраво посмотреть, не бояться. Кстати, Тихонович, а вот такое выражение слышали? Баптизм – это конец реформации. Может быть, я и слышал такое, но это не конец. Это начало. Я вам скажу, чем оно вызвано и почему. Что реформироваться и как бы изменяться, потому что баптизм пришел к первоисточнику, к Евангелию. То есть, как бы, Евангелие стало главным в исповедании, то есть то, что принесло нам Евангелие. И когда я первый раз услышал это выражение, что баптизм – это конец реформации, то есть дальше реформироваться уже вроде некуда. То оно сверху меня удивило, а потом я стал размышлять и думать, ну на самом деле. То 20 лет назад я поверил этому выражению. Но сегодня, сегодня у меня уже возникает сомнение, потому что я вижу, что где-то и баптизм деградирует в каких-то моментах. Так вот, смотрите. Мы встречаемся с пастором Лютеран. Ну, вы скажите, вы осознаете, что Лютер реформу сделал неправильно? Почему неправильно? Ну, а почему Карл Марс сказал, что вместе, говорит, с водой он выплеснул младенца? Лютер что сделал? Мирян сделал священниками, а священников – мирянами. Это Карл Марс говорит. Теперь смотрите. У вас женщины есть, которые исполняют роль ваших священнослужителей? Да, есть. Ну, а где вы в Библии видели? 12 апостолов, 70 апостолов, их имена известны в церкви. У нас все это известно, потому что это история. Ну, откуда вы взяли то, что гомосексуалисты могут быть пастырями, когда это огнем выжигал Господь, и оставили пример будущим ищестивцам, превращив пепел в города. Это все оттуда идет. Оттуда. Женщины у них в виде епископа, ну, под званием епископов. Хотя у Лютера у него сохранялось еще и два таинства. Прямо так называется – таинство крещения и пресчищения. У баптистов этого слова вообще нет. Потому что где бы я у баптистов ни было, я говорю, а вы верите, что это тело превращается? Да нет, это воспоминания, написано вечерю. Ну, написано, виной он не достоин, против тела и крови. Поэтому вы не говорите, что у вас еще нет, кроме воспоминаний. А воспоминания я могу и за обедом воспоминать. Таинства нет. У сектантов нет. Почему нет рукоположения, и они через них не могут. Тут вопрос непереходимый. Да-ка, понимают, да, понимают. Вот я беседую, ну, большая-большая община. И вот скажите против теперь, допустим, я возвращусь к хелиазму. Я уже доказал, прошел, называю 72 места. Против? Пресвитер говорит, нет, мы им против не можем быть. Тут же старший пресвитер. Ну, как, надрали нам, говорит, задницу сегодня. Интересно так. И старший пресвитер делается потом православным священником. Ну, конкретно сейчас, скажите. Отходит опять то же самое. И вот я заметил, вот мы беседуем, допустим, где-то, ну, на дому у баптистов. Все приняли. Приняли, приняли. Теперь я просто умоляю, пишите, что я говорю, места писания. А потом проверите. Завтра мы снова встретимся, у вас этих записей не будет. Как не будет? Да мы двое тут живем, остальные братья уйдут. Не будет, я уже знаю. Завтра приходим, я говорю, ну, давайте продолжим запись. Они ищут записи, нигде нету. Никто не приходил. Записи же сатана сжигает. Юрий, я вас не обманываю, абсолютно точно говорю. Куда они делят записи? Я вчера предупредил вас. Да вот тетрадь лежит, мы все записали, мать и дочь грамотные пишут. Положите. Никому не разрешайте приказаться. Утром прихожу, нету. Ну, давайте беседовать дальше. Нету записи. Они ищут, ищут. Не ищите, не найти, сатана сжег. Да не может это быть. Ну, тогда найдите. Вы видели, я у дверей стоял, тетради лежали на столе в другой комнате. Я их не взял. Посмотрите, тетради лежат, лежат, пришел, завтра нету. Мистика самая настоящая. Вопрос о тысячелетнем царстве. Я говорю, не единожды было. А когда проходит время, а проходит время, я спрашиваю. Ты вчера соглашался, он не пресвятер диаконам у баптистов. Ну, по их мнению, диаконам. Скажи, а почему ты братьям не говоришь об этом? Дока все равно не примут. А вот это не надо делать. Ты берешься за то, что не знаю. Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Ты боишься, что тебя не допустят до кафедры. Вот чего ты боишься. Ну, ты скажи, я понял так. Пусть тебя запретят. Ты понял, что тысячелетия царства не будет, оно идет от Голгопа. Ты понял, что церковь будет до конца. Ради избранных дней сократятся. Никто восхищен не будет раньше времени. На суде Божьем, когда явятся, и тогда поднимаются, другие остаются. Христос приходит с неба, и вот здесь кончина века. Перед этим три с половиной года. Это время великой скорби. А до этого еще три с половиной года, когда он предварительный будет, он на семь лет антихриста будет у власти. Понял, понял. На капельре так и не сказал. Притом это не один в разных городах. Он обратился к этому толкованию. Он принял, да, я понял, у нас с заблуждением. Ну, другим-то скажи, ни один не говорит. Но это неправильно. Я если понял, я 53 года несу. Мы поступаем неправильно, что Библию люди не знают. Должны знать. Должны проповедовать. Должны строго исполнять. Должны платить десятину. Но для меня десятину не платят, если им разговаривать не буду. Это вор. Вы меня обкрадываете. Это ревности нет. Игнатий Тихонович, ну вот, при множестве разногласий различных в разной среде, и в православии тоже есть разномыслия и разночтения, я хотел бы просто вас спросить, может быть, вкратце, а вот какие чреватые последствия, допустим, если я понимаю так, другой понимает вот так, вот о тысячелетнем царстве, в чем опасность, вот, допустим, этого заблуждения, что если я утверждаю и говорю о том, что тысячелетнее царство будет на земле тысячу лет, в чем опасность? Апостол Павел говорит, и они говорят, что эти люди делают-то. Они уничтожают в людях веру, говорят, что воскресенье уже было, и отвращают тогда. Уже было. Вы рано или поздно попадете по эту гропу. Мы не можем этого сказать. Почему воскресенье будет в судный день, и говорить некому. Говорят, что воскресенье уже было. Зарядите и посмотрите. Помните это? Помню. Вы все время рискуете. И поэтому, как адвентисты седьмого дня, это было и у православных, что Христос придет такого-то. Ну, это Уильям Миллер, Галилл, Яну Уайт. Он придет, и, наконец, он не пришел. Вы рано или поздно, не вы, ваши дети и внуки, будете говорить, что тысячелетнее царство, все. То есть, мы не попадаем в великую скорбь. Вы обязаны прийти, потому что это ваше мучение заложено. И поэтому, образно сказать, зима будет, мягкий климат, уголь не надо заготавливать, окна не заклеивайте. Вы рано или поздно всех людей столкнете в эту яму. А мы говорим, будет испытание, готовьтесь, крепитесь, учитесь, спаститесь, не бойтесь трудностей, за все прославляйте Бога, идите, обречайте правителей, говорите, пишите, ну, не демонстрации, но боритесь против гомосексуализма, против наркомании, все, но так, чтобы это ввести в Евангелие. Не потому, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Что толку это от этого? Душу спасти. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Неужели я от него храм Божий сделаю, соединись с блудницей? Надо по любви к Господу это все говорить. И поэтому, говоря об этом, мы говорим, будет великое испытание, и церковь войдет. Ради избранных дни сократятся, всего только три с половиной года. Времени, времен, полвремени. Времени год, времен два, три и полвремени. Что интересно, вот я, к слову сказать, Бог просто требует десятину. Иоанн Златоуст говорит, и Бог берет эту десятину из поста. В году 365 дней, вы это знаете. Вот возьмите, черкните, я сейчас покажу арифметику. Интересно, это я у Иоанна Златоуста видел. Триста шестьдесят пять. У нас Великий пост семь недель. Но семь и семь, кажется, сорок девять. Нет, суббота и воскресенье постом уже не считается. Разрешается растительное масло. Остается пять дней. Пять и семь, тридцать пять. Тридцать пять. Заметьте, тридцать пять. Постная суббота только одна. Я повторяю, семь и пять, тридцать пять. Одна суббота. Это сколько получается? Тридцать шесть. А теперь с вечера и до утра тоже пост. Полдня. Триста шестьдесят пять дней. И половина, тридцать шесть с половиной. Тридцать шесть с половиной получается. А год-то триста шестьдесят пять дней. Ровно до запятушки точно. Господь требует. А когда назначали, никто не знал. Златоуст это увидел. Увидел. Тридцать шесть с половиной дней. Ну, повторяю снова. 7 недель поста по 5 дней, 35, одна суббота постная и пол с вечера до утра, больше нету нигде, а остальные посты потом церковь водила, вот допустим, мне говорят, ну вот баптисты примут, как вы говорите, ну можно так это порассуждать-то, а посты не будут соблюдать, они не евангельского строения, я отвечаю, но они нам нужны, все, не все, я за строгое исполнение Великий пост и среда и пятница, а остальные их приняли 3, 4 до 7 века. Я православный, мне они в радость, у нас сейчас пост идет, а мы даже не заметили, что пост, у нас все время пост, а баптисты, вот они будут так-то, с бородой я не соглашусь, это образ Божий, его козить не надо, вот, и все, ну хилиазма сам по себе отпадает, а остальное, что не будет у них там мощи, их все похоронить, и никогда не принимайте этого, вы их чтите воспоминаниям, подражая вере их, взирая на кончину жизни. Баптисты самые правильные, в моем понимании, самые близкие к православию, поэтому, но то, что как лютер не приняли рукоположение, это самая трагедия, они все так отпустили. Я их люблю, просто я не могу иначе про них говорить. Хорошо, я благодарю вас, Игнатий Тихонович, тогда я вам, как мы договаривались, я вам сейчас адрес напишу, я пойду сейчас возьму его, адрес, вот, и если вы можете, то вышлите, потому что время мало, а я вам вышлю по Western Union, по Western Union на ваше имя, а потом я вам номер тоже по месседжу. Я знаю эту систему, знаю, значит, сегодня, Володя, отправишь? Сегодня, Володя сейчас пойдет, вот, снимает он, и он отправит, сегодня уже она будет на почте. Но деньги пока еще не придут, вы доверяете? Я обычно делаю так, сначала высылают, порядок такой, а вам я посылаю, потому что узнают, сколько есть, я к этому добавлю, сколько, отправлять, то вы мне адрес только дайте точный. Я сейчас через минуты, наверное, минут через пять, через шесть, я постараюсь вам написать адрес, и тогда уже по скайпу я вам пошлю, пошлю адрес. То есть у вас, если есть в Москве, в Москву лучше было бы, без поворотов, быстрее дошло бы? Ну, дело в том, что она транзитом летит, то есть как бы она в Москву буквально сразу на Шереметьево прилетает и оттуда улетает дальше. То есть это как бы мне будет быстрее, я дождусь. Хорошо, как знаете, так сделайте. Хорошо, я благодарю вас. Как книги назвали, которые, я повторю, Симфония, на них канонические книги, Новый Завет, Трехтомник, для Слова Божия, не от узкости, но православие. Да, да, да. Я вам цены скину. Хорошо, тогда я пошел за адресом, и я вам по месседжу, в общем, это, напишу вам адрес. Я вас хотел спросить, только так, говорят, тайно на ушко, ваши братья-то знают, что мы так дружно разговариваем, они еще претензий не имеют к вам? Ну, они некоторые смотрели ролики, которые вы выставили, ну, конечно, неоднозначное мнение, кто-то одобряет, кто-то, в общем, имеет свое мнение, но я хочу быть свободным во Христе, вот, то, как мое сердце расположено. Я рад. Слава Господь. Скажите братьям, скажи, мы еще... Ну, в отношении вот того, что мы наметили, наметили, очень трудно именно, как бы, собрать и подготовить, поэтому, если это возьмет какой-то час, то это не причина того, что мы, как бы, это не подтверждают, что мы отказываемся. Просто я об этом, как бы, размышляю и мысленно готовлюсь, и как только я смогу это организовать, нашу встречу, чтобы говорить о преемственности. Им с Божьей помощью, если Бог даст благополучие и возможность. Так, я посылаю книги, но мне кажется, вы еще не до конца понимаете, что это за книги. Когда вы будете смотреть толкование на Откровение, третий том Нового Завета, даже ваши братья самые-самые, которые настроены на своем, попросите, давайте прочитаем один раз. Это не так и много, там 430 страниц, общее толкование в этом третьем томе. Там абсолютно каждое слово растолковывается, в сравнении с Библией, в сравнении, что говорят святые отцы. И вы увидите, кто говорил, это счастное мнение, а то, что здесь приводится, то, что церковь приняла. Хорошо, хорошо, спасибо вам, всего доброго, с Богом, до свидания. Спасибо.